Балахнинские чиновники, при поддержке которых, по мнению следствия, шло разворовывание Балахны в пользу братьев Глушковых, предстанут перед судом. Точнее уже предстают. Группа поддержки среди чиновников у криминальных братьев была большая, пока начали судить первого Дмитрия Валатина, заместителя главы администрации Балахны. Братья Глушковы, их родственники и друзья были хозяевами этого города с начала 2000-х. Братья возглавляли исполнительную власть, законодательную. Потом старший стал депутатом областного законодательного собрания, расставив своих людей в районной администрации. Эпизодов перевода государственной собственности в частную братьев Глушковых множество. Один из самых вопиющих это Балахнинская автостанция. По документам проводилась реконструкция автостанции, но вместо этого был построен новый торговый центр братьев Глушковых. От автостанции осталась одна лишь остановка и комнатка в старом разваливающемся пристрое. Автостанции в Балахне фактически теперь уже нет. Вот по этому эпизоду и судит Дмитрий Валатина, который по версии следствия, будучи заместителем главы, подписал заведомо незаконное распоряжение об этой реконструкции. Не слидно, что вместо автостанции у вас торговый центр никому не нужен? А как вы связаны с братьями Глушковыми? Никак абсолютно. Никак? То есть абсолютно никак не связаны. Вы же при них были главы главы? Что? Вы же при их власти были главы главы. И с ними связаны все это строительство автостанции. Я с ними никак не связан. С реконструкцией. А свою позицию можете вы сказать? Я расскажу, обещаю 1 февраля. 1 февраля, а сейчас предварительно? Давайте в человеческом. 1 февраля я все скажу. Ну, вы сами чувствуете вину по поводу событий? Сейчас скажу 1 февраля. Как вы расцениваете поступок, что вместо автостанции у нас бесполезный торговый центр, никому не нужен? Поступок, конечно, это не будем говорить. Поступок, ну как, как сказать, плохой, это детское слово. То есть поступок, естественно, то есть это были ущемлены права граждан, автостанции нет, естественно. Но я так полагаю, что Дмитрий Владимирович, наверное, в чем-то раскаивается. Выскочишь все-таки. Погода хорошая сегодня. Морозец, солнышко, снег. Люди с автостанции едут, да? В атаке греются. Удивительная история. Строили общую автостанцию, а получился частный магазин. Уголовные дела по расхищению Балахны возбуждены в отношении нескольких чиновников, но пока еще идет следствие. Основные бенефициары этого расхищения, братья Глушковы, сбежали за границу, но были задержаны в Грузии. Уже полгода они ожидают депортации в Россию. Продолжение следует...